Так, значит, ты захотел Forbes взять. А что конкретно ты хотел с этого сайта получить? Просто, как я вижу, у тебя, в принципе, тут больше ничего нет. То есть у тебя есть конкретно вот сам этот сайт, но давайте сейчас создам файл. Сейчас туда все кончу, так, а, ну, нет. Значит, пример партии нет. Вот это вот у тебя. Так, вот только тут у нас Forbes.ru. А, вот, вот, вот. Устаревшийся. Forbes.ru Так. Какие данные, ты хотел с этого сайта получить? Просто, как ты помнишь, мы получали, здесь мы получали конкретные элементы с сайта. То есть тут конкретно текст, который находился под классом, ну, который... Ну, я хотел, я хотел получить, получается, цитаты. Я, ну, тут же вроде бы есть цитаты. Цитаты, ну, тут конкретно на этой странице нету. Тут разные какие-то есть статейки. Новости разные. Вот. Ну, хорошо, допустим, допустим, я хотел получить новость о чемпионате мира. Там было немножечко ниже. Ну, то есть ты хотел получить все новости? Или конкретно вот это вот? Ну, конкретно о чемпионате мира. Вот я пробовала, я пробовала смотреть, я пробовала смотреть, это, код. Ну, мне почему-то не дало именно кода. Ну, тогда URL будет другой, если мы хотим получить из этой статьи разные текста. Вот. Но обычно фарсинг, он для другого делается. Ну, допустим, мы хотим получить вот эти все новости. Не стоит себе посмотреть код страницы. Не совсем только так. Ctrl-Shift-I. Нажимаем. Значит, и смотрим по элементам. Там. Нажимаем. Там. Там. Так. Так. Ну, и вот они наши, получается, сайты. И они, значит, находятся, это класс вот такой. Сейчас. Так. Значит, это div. Класс. Бла-бла-бла. Так. Ага. Значит. Блин. Пропустим. Мы наносим. Роу. Ньюс. Он будет тут. Примерно следующим образом. Будет она находиться. Значит. И мы пишем. Soap. Точка. Find. All. И, значит, что у нас тут про div. Так делали, да? Да. div и класс у нас, как мы видели, классный ремникучерки. Вот так вот. Равно вот это вот. Ну, дается. Limit. All. Ньюс. Допустим. Ну, ладно. Так вот попробуем сделать. И посмотрим, что у нас получится. Так. Так. И, значит, мы получаем как раз-таки нашу первую. Мы получаем, получается у нас первую новость. Значит, если... Давайте я попробую вот это сделать. И, ну, если мы введем текст, то мы видим, что 5 часов назад, там, ла-ла-ла, что-то там. Ну, то есть мы получили из первой новости. То есть если мы тут уже индекс возьмем вторую, то у нас... Отключено. Так. Так. Субтитры сделал DimaTorzok Дальше, значит, мы выводим сам i.txt И, значит, смотрим, что у нас сейчас получится Так, у нас должны вывестись все новости, которые тут есть Ну и вот они, в принципе, мы их по очереди получаем Вот тут у нас видим карьера плавала Ну и вот как раз-таки видим вот эти все вещи Но эти клеточки, плиточки, они состоят, опять же, из своих элементов И мы внутри них можем еще как бы разбирать их и смотреть, что там внутри То есть мы видим тут header, то есть заголовок Мы этот заголовок тоже можем отдельно получить А также, ну, то есть сам текст Как раз-таки под этим header, под заголовком Вот Там sop.find.all? Да, find.all Sop, нижнее подчеркивание find, нижнее подчеркивание all Да, да Sop.find, нижнее подчеркивание all Давай поскину Давай сам файл Тоже еще в чат скину Так, пример, парсинг Так Супер Я его скинул, там, скачивай И, смотри, открываю сюда на компьютере Так, значит, мы с вами также проходили классы Просто на прошлой неделе занятий не было Надо сейчас помнить Так, значит, и парсинг мы с вами прошли Отлично Ну и давайте с вами С вами, с вами, с вами Давайте начнем проходить По идее немножко про него поговорим Давайте Значит Пишем Я создам парку games, ребят Вот И в ней уже будем потихоньку разные штуки делать И давайте First Windows Давайте вот так вот сделаем С вами попробуем сейчас Если у меня Pygame тут заработает Давайте для начала я его установлю Ну, то есть Should we install Pygame Вот так вот Ой, наверное, я у кого-то... А, не Кириллу вроде в личное сообщение У меня Кириллу в личное сообщение Так, отлично Значит, попробую сейчас Что делать Что делать Ты помнишь, как мы делали, чтобы у меня скачалось остальное там? Вроде Вроде M8 Еще раз Ну, помнишь, что у меня не скачивалось вот это вот Beautiful Ну, URL Requests Ой Да Ну Вот это вот все не скачивалось И И мы что-то там делали M8 И после этого PIP install Вот что-то Мы делали Пай И дальше PIP Install А, пай Минус M Мы делали PIP Install Pygame Ну, это вот Я думаю, что это будет примерно так Окей Окей, спасибо Спасибо СПГ Сейчас попробуем Сделать Ручку Так, пробую сейчас Если, ребята, сейчас получится все То Значит, все супер Отлично Сейчас будем тогда Писать, значит, дальше Значит, поговорим про Pygame Pygame Это библиотека Которая поможет нам рисовать геометрические примитивы Работать немножко со спрайтами Вот И разные такие Другие прикольные штуки Давайте создадим Перемьем на Res Которая будет равняться With I Они, в свою очередь, будут равняться Допустим У меня это Тысяча пикселей на 700 будет Да, Кирилл? Pygame или Python game? Я просто 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 Pygame А, окей Не Python А Pygame Вот так вот Так, дальше Давайте я пока Напишу Просто Это будет стандартная Ну, одна из вариантов Один из вариантов Стандартные Заготовки Под Окно Так, допустим Скрини Равно PG И сюда мы передадим S Вот То есть Это мы создадим Наш экран Также Clock Будет равняться Pygame Ну, pg Time Точка Clock С большой буквы От адрен скобки Не забудем Pg Это, если что Сокращение Pygame Я его написал вот здесь То есть Если Я могу написать Import Pygame Как Pg То есть Я к нему Буду Могу обращаться Как пг Но давайте я лучше Это уберу И буду писать Полностью Вот так вот По-нормальному Просто Чтобы вас не путать Это немножко Будет сложнее Что мы делали До этого Но Сейчас я это Напишу И вам Расскажу То, к чему Как называем Live Threw Screen Точка Fill Это Сейчас я Заполню Таким Достаточно Светло-серым Цветом Дальше Я пишу Pygame Display Flip То есть Это Обновить Экран И Claw Точка Tick Делаю Небольшую Версу Tick Это Tick Я делаю Так Делаю Частоту Задаю Частоту Обновления Pygame То есть Так Чтобы Тут Было 60 раз Секунду Чтобы 60 раз Секунду Обновлялось Ну И давайте Я запущу Это И У меня Сейчас Появляется Такое Серое Pygame Окно Вот Но оно Будет Когда я Пытаться Буду Что-то Сделать Оно Будет Зависать И Понимать Что Происходит Но Это Значит Что Мы На правильном пути И Нужно Просто Записать Еще Одну Тут Строчку Которая Будет Работать На На События То есть Такие Как Закрытие От нас Сворачивание И так Далее Оно Будет Реагировать Только Оно Будет Закрывать Программу Если Мы Будем Пытаться Нажать На Крестик Грубо Говоря То есть Им Им Пойгейм Точка Точка Точкой И Вент Get Дальше И Точка Type Пойгейм Пойгейм Вот Про это Я думаю Я думаю Вам Будет Не Очень Сейчас Понятно Давайте Сделаю Мы С вами Списки Проходили Да Мы С вами Списки И Массивы Проходили По сути Смотрите Если Я Сейчас Выведу Res Оно Будет Сейчас Так И Должно Быть Init Да Это Сокращенно От Initialization То есть Это Инициализация Окна Окей Понял Так Так Или У нас Перемены С Размером Давайте Это Перемены С Размером Окна Это Инициализация Я Ну Или же Его Знабомство Статистем Ну То есть Когда мы Его запускаем Он Инициализируется То есть Он Делает Какие-то Свои штуки Свою Функцию Инициализации Которые Задают Какие-то Настройки То есть Он Определяет В какой Системе Находится То есть Windows Linux Или Mac Вот Ну Не только Он Скорее всего Делает Но Там Еще Разные Свои Штуки Чтобы Это Все Хорошо Работало То есть Проверяет Видеодрайвер И так Далее Ну То есть Делает Все Чтобы Оно Чтобы Подъем Тут Работал И Выявляет Неисправности Если Друг Что-то Не Так То Он Скажет Что Там Вот Отсутствует Такой-то Модуль Но По идее Все Должно Работать Отлично Так Screen Это Создание Нашего Окна Ну Самого В котором У нас Все Будет Происходить Это Стука Контролировать То есть Частоту Кадров Это Заполнение Экрана Экрана Цветом RGB Знаете Что такое RGB Ребята Это Аббреватура Red Green Blue И Вот Эти Числа Они им Соответствуют То есть Это То Сколько Мы Хотим Красного Зеленого И Синего То есть Сколько Мы Хотим Базовых Цветов Например Красного Если Мы Всего Убавим То У нас Будет Все По Нулям То Это Будет У нас Черный Цвет Если Мы Сделаем Красный 255 Это Максимальный Уровень То У нас Логично Что Все Будет Такое Красное Очень Сильно Вот Если Мы Сделаем Зеленого Логично Что Зеленый Будет У нас Такой Очень Кислотный Вот И Также Мы Будем Вот Эти Все Смешивать Вот Мы Можем Например Зеленого Немножко Сделать Чуть Чуть Поменьше Добавить Допустим Синенького И Красного Столько И Допустим Это Будет Какой-то Коричневый Цвет Очень Классный Хотя Кто Знает Так Ну Это Будет Вот Такой Зеленый Цвет Если Мы Так же Синного Прибавим Красного Допустим Убавим То Логично Что У нас Уже Более Холодный Такой Получится Более Бледный Вот Но Это Можно Вот Этот Цвет Можно Сделать На Ну На Любом Конвертаторе Цветов Допустим Color Color Схем Конвертер Ну Color Конвертер Вот Это Любой Там RGB N Вот Так Мы Можем Вести Допустим Color Схем И Нажимаем Тут На Квадрат Выбираем Цвет Который Нам Нравится И Видим Что У нас Тут RGB Вот Он Такой Получается 240 242 94 94 Я Впишу Допустим Округленные Ночения 40 95 95 И У нас Получится Сейчас Покажу Какой Цвет Да Саш У меня Бежит Ошибка Включишь Демонстрацию Экрана Pygame Pygame Там Вот Этим 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 Вг Screen И так Далее Я просто Их Убрал Чтобы У меня Тут Все Хорошо Работало Они Все Работают Все Супер Дальше Вот Вот У нас Тут Идет Значит Значит Эта Строка У нас Все События С Дальше Если Если Нажим Лайн Лайн Пластик Вот Завершение Так Дальше Тут Ну Ну В принципе Вот Наше Первое Байгеймерское Окно Вот Давайте Немножко Эти Цвета Под Подубавлю Так Сказать Так Чтобы Более Тусклым И Вообще Сейчас Какой Винтус Так Пам 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 Так Ну Я Думаю Что Что Можно В принципе Это Это понятно Ребят Или Вот Что-то Осталось Такое Непонятное Все Понятно Понятно Это А мы Вот Есть Один Вопрос А мы Просто Мы Как Был Просто Перекрашиваем Окно Я так Понимаю Или Что Вот Эти Вот Ну Пока Что У нас Окно Максимально Пустое Вот Я думаю На Следующем Занятии Мы уже Приступим К Изучению Разных Штук Вот Хотя Ну Просто Не так Много Вменья В принципе Осталось Ну Давайте Расскажу Ладно Значит 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 Смотрите Как Редак Поступим Я Расскажу Еще Чуть И Достаточно Мало И возможно Непонятно Вот Либо Мы Придем В принципе На Клава Гонки Или Ну Или Как Поступно Как Пользую Другой Но Раньше Я В принципе Вот этот Очень много Использовал Ну В принципе Тоже Нормальный Другой Мало Чем Отличается Он Просто Делан По Немножко Другой Структуре Но Работает Максимально Вот Прямо Так Ж Точек Точек Вот Поэтому В принципе Можно Кстати Ничего Не Менять Будем Пока Этим Пользоваться Либо Расскажу Еще Какой Нибудь Вот Ну Еще Давайте Добавлю Что Можно Использовать Также Вариант Вот Вот Этого Цикла Можно Его записать В одну Строчку Ну Тут Это В принципе Можно Использовать Значит Он Будет Выглядеть Так Так Использовать Использовать Дальше По Гейн Точкой Ивент Гет Идальше И И Ставь Точкой Тайп Равно Пай Гейн Точкой Кривит А то Что Вы Сейчас Пишите Это Нужно Будет Писать Это Я Вам Даю Как Вариант То есть Сейчас То есть Это Необязательно Можно Можно По Варианту Которого Нам Скинуть Да Я Хочу Сказать Что Вот Этот Цикл For И вот Этот Цикл For Выполняет Одну И ту же Функцию То есть Он проверяет Если мы Нажимаем На крестик То он Программу Завершает Тут Это Происходит Все То же Самое То есть Тут Он Говорит Что Выход Если Мы Нажимаем На крестик Просто Тут Это Написано В одну Строчку И Можете Это Тоже Использовать Сейчас Давайте Этот Вариант Файла Вот Как Хотите Тут Можно Вы Будем Использовать Если Вы Используете Этот Вариант Естественно Этот Вариант Вам Использовать Уже Не нужно Ни к чему Так Это Понятно Ребят? Да Да Супер Тогда Клава Коколка Зачем Коколка Когда Есть Клава Гонки Так До свидания Забы Сказать Да Кстати Тут Все Будут Клава Гонки Играть Так Смотрите Ребят Основная Часть Занятия Закончена Вот Кому Нужно Идти Можете Идти Все До свидания Субтитры Субтитры Субтитры